Впервые при налете дронов на Московскую область погиб человек, 46-летняя жительница Раменского. Взрыв разворотил балконы и окна многоэтажки и спровоцировал пожар. Еще один беспилотник ударил по жилому зданию неподалеку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, повлекшем смерть человека. По данным Минобороны, за ночь в Московской области было перехвачено и уничтожено 20 беспилотников, всего 144 дрона, сбиты в 9 регионах России. Атаки произошли также в Тульской, Орловской и Калужской областях. Подробнее о том, что происходило сегодня ночью в Подмосковье, расскажет мой коллега Юрий Белят. Юра, тебе слово. Да, привет, Кирилл. Ну, действительно, для жителей Жуковского и Раменского сегодняшняя ночь запомнится надолго. С двух часов ночи до пяти утра местные группы рапортовали о беспилотниках над городами. Жительница деревни Аксенова Раменского района Анна, мы изменили ее имя и голос в целях безопасности, одну из первых видела и слышала беспилотники. Они летели в сам город, буквально у нее над головой. Это было два часа ночи, да. По итогу, каждые 40 минут, с интервалом 40 минут, летели еще дроны. Были сильные взрывы, вот. Но в новостях говорят, что их было 14. На самом деле было 24 дрона. Мне рассказали о том, как в ближайшую деревню прилетел дрон. Вот. В общем, то, что было на самом деле, не показали вообще ни в новостях, нигде. И я думаю, что не покажут. Но мы видели все своими глазами. Это было очень страшно. Очень страшно. 24 беспилотника. Мне писали со всех округов, потому что они летели мимо нас, над нами прям. Вот. И я хотя бы людей координировала, что и куда, и как вообще, чтобы ждали прилетов. Потому что люди вообще не знали, что делать. Вообще просто никто ничего не понимал. Но это вообще сумятица и полные растерянности, говорят и пишут многие жители Раменского. Вот эта вот реакция очень страшная. Она у всех. Судя по сообщениям местных и свидетельствам очевидцев, с которыми мне удалось поговорить, сирен воздушной тревоги вообще никто не слышал. Но, несмотря на это, жительница Раменского Елена, ее имя и голос мы тоже поменяли, вспомнила, что нужно делать при обстрелах. 2.15. То есть проснулась резко от очень громкого хлопка. Автоматически бросила взгляд на часы. Время было 2.15. Тут же сработала сигнализация у машины, которые стояли во дворе. Коты начали бегать судорожно по квартире с криками. И буквально там через несколько секунд вспышка. Следом был еще один сильный хлопок. После этого я со своими животными переместилась в ванную комнату. Еще были какие-то хлопки, но было уже тише. Потом хлопки раздавались. Я не могу вам точно сказать, через какой промежуток времени, но они были, и мне так показалось, что их было немало. Какие-то были сильнее, громче какие-то, тише. Но, в принципе, все, что я могу сказать. Конечно, было жутко страшно. Было жутко. Просто было жутко. Ну, и интересно, что практически всю информацию о последствиях удара мы получаем от губернатора Воробьева. Он словно канализировал на себе всю эту информацию. Вот он осматривает пострадавший дом, а вот он уже в больнице успокаивает очень своеобразно одного из пострадавших. Угрожи жизни нет, слава богу. На свадьбу приехать вам. Добро. Пригласите. При этом вопрос, который очень сильно обсуждается в районных группах про те самые сирены воздушной тревоги и почему они молчали, губернаторы Подмосковья игнорируют, как молчали и сами сирены. Про то, почему дроны долетели практически до Москвы, да и до самого аэропорта Жуковский, ответа у Воробьева тоже нет. И пусть эта атака не самая массовая для всей страны, ВСУ уже запускали волны больше, но вот для Подмосковья, без сомнения, это самая большая. И, как говорят военные эксперты, повторения подобного удара можно ждать в течение двух недель. Военный обозреватель Би-Би-Си Павел Аксенов, он не раз бывал у нас в эфирах, зрители, я думаю, помнят. Так вот, он говорит, что предыдущая атака сравнимого масштаба произошла в ночь на 1 сентября. Тогда российская Минобороны заявила, что ПВО сбило около 158 дронов, теперь 144. Сопоставимый по масштабу удар был также 14 августа, когда российские военные заявили об уничтожении 117 дронов над 8 регионами. Ну и, судя по последним нескольким неделям, ВСУ может накопить более 150 дронов для одного удара за период от 10 до 15 дней. Юр, вот сейчас говорят, 144 дрона участвовали в атаке. Какие цели были, собственно, у этой атаки? Есть ли сейчас понимание? И также сразу тебе задам вопрос, была ли уже какая-то официальная реакция со стороны Киева на эту атаку? Ну смотри, мы сегодня весь день пытались дозвониться и дописаться до официальных киевских представителей, чтобы получить официальный комментарий украинской стороны, что это вообще такое было? Был ли это спланированный удар по многоэтажке? Или это просто дроны подавили, они упали там, где они должны были, и цель у них была другой? Ну и, конечно, пытались спросить про те самые цели. Нам никто из украинских спикеров не ответил, так что их официальной позиции у нас нет. И вообще сегодня Украина весь день молчит, и никакой официальной информации про этот удар не поступает. Ну а что касается целей, мы можем только гадать. Но вот военные аналитики говорят о нескольких вариантах. В комментарии нашим коллегам мы сможем объяснить. Военный аналитик Ян Матвеев, например, предполагает, что цель удара это не только и не столько сам аэропорт Жуковский, а скорее летно-исследовательский институт имени Громова, который делит с Жуковским территорию. Там разрабатываются и испытываются все военные самолеты России. Ну и еще одна возможная цель атаки — это военная часть 61-991, из складские помещения 549-го зенитного ракетного полка в Подмосковье, недалеко от города Раменска. Ну, якобы именно там хранятся ракеты в Атах-360, которые недавно были отправлены из Ирана. Это был фрагмент программы «Воздух» на канале Ходорковский и «Лайф». Маленький кусочек. Чтобы смотреть наши видеотрансляции в полном объеме, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайки. Это очень важно для нас. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!